И слышно, поставьте мне, пожалуйста, огонечек, и мы сегодня начнем. Тема сегодня очень интересная, мною тема любимая, и я считаю, что очень полезная, потому что многие педагоги хотели бы заниматься с детьми с помощью метафорических карт, но не все знают, как это сделать и немножко сомневаются, а можно ли заниматься с детьми, используя взрослые колоды, где взять специальные детские и так далее. И сегодня мы с вами попробуем разобраться в этом. Вообще метафорические карты – это тема такая очень и очень широкая, но мы с вами сегодня поговорим о проблеме, о задаче, которая прорабатывается лучше всего с помощью метафорических карт. И вообще с помощью разной нагляднообразной помощи – это тема эмоциональной компетенции. Давайте мы с вами уже начнем. Начнем мы с того, что такое метафорические карты, потому что до сих пор, хотя им уже 60 лет, возникают подозрения. А что это такое? Психологи и педагоги уже не испытывают подозрений, а вот дети, родители, люди, которые приходят на консультацию, очень часто с подозрением относятся, что это такое. Это гадальные карты, как у цыган, да, это какие-то таро, это что это такое? Поэтому давайте ответим сначала на этот вопрос. Это метафорические ассоциативные карты, это метод работы, принятый в практической психологии, и это метод работы, который помогает получить ответы на вопросы с помощью использования ассоциаций. Ассоциации возникают, когда мы разглядываем специально созданные картинки, карты. Сам метод был создан в 1975 году, то есть уже почти 60 лет насчитывает этот метод. Ну и можно сказать, что уже апробация прошла, но и польза этого метода, она доказана, и мы пользуемся метафорическими картами с удовольствием. Ну и что еще нам важно понимать, то что эта методика является проективной. То есть здесь мы как бы не учим ребенка, не говорим ему готовых решений, а мы помогаем ребенку увидеть с помощью метода проекции свои собственные решения, свои собственные ресурсы и лишь помогаем их раскрыть и использовать на благо своей жизни. Поэтому методика работы с метафорическими картами, она считается мягкой. Ну то, что врачи бы сказали не инвазивной, то есть мы здесь не вторгаемся грубо в душу ребенка или взрослого, смотря с кем вы занимаетесь, а очень мягко воздействуете, не даете какие-то свои интерпретации. То есть работа идет от лица того человека, который раскладывает метафорические карты, кто создает свои картины из метафорических карт, и она идет очень мягко. Между делом напомню, что в чате можно задавать вопросы. Я на чат поглядываю, и если вопросы возникнут, то буду отвечать незамедлительно. Уж если не ответила, значит материал есть у нас в нашем вебинаре, и вы его услышите. Что такое метафора, как она работает? Мы все, конечно, знаем, что наша психика, наш мозг очень сложно устроен. И мы управляем только его сознательной частью, а это верхушечка айсберга. Говорят, что всего 5-10% работы нашего мозга подчиняются нам, и мы управляем с помощью сознания. Эта цифра у всех разная, но она у всех очень небольшая. А вот та часть айсберга, которая находится в пучинах бессознательного, нам недоступна. Потому что бессознательное, оно находится, располагается в таких частях, в таких отделах нашего мозга, которые очень древние, которые невозможно описать словами. И в бессознательном слова как бы не действуют, там действуют образы и телесные ощущения. И если мы начинаем каким-то образом, с помощью разговорных практик, с помощью традиционных практик, например, когнитивно-поведенческой терапии, пытаться добыть что-то из бессознательного, то возникает всегда защита. Потому что там очень много всего, что психика не хотела бы принимать. Таким образом мы не можем туда пробиться, а там не только что-то страшное, не только травмы, но еще и огромное количество наших ресурсов. Но если мы берем инструмент, который работает с метафорой, те же самые метафорические карты, или эмоционально-образную терапию, или эмаготерапию, то через метафору мы начинаем слышать бессознательное. То есть все методики, связанные с метафорой, это такой мостик, такой проводник от нашего бессознательного к нашему сознанию. И это иногда очень полезно. Как мы применяем метафорические карты в работе с детьми? Здесь есть три больших отрасли, что ли, три точки применения. Во-первых, это диагностика, то есть метафорические карты. Очень хороший диагностический инструмент, и все, что касается личности ребенка, его эмоций, его душевной организации, мы можем продиагностировать с помощью метафорических карт. Дальше это обучение. И вот здесь как раз то, что используют педагоги, то есть есть специальные наборы карт, которые могут использовать логопеды, психологи, педагоги, дефектологи для того, чтобы работать с детьми. Вопрос увидела. Подскажите, пожалуйста, есть ли научно-методологическое обоснование использования метафорических карт в работе педагога-психологов? Смотрите, литература по метафорическим картам есть, в интернете ее достаточно много, и вы можете посмотреть, найти. Так, маленькая неточность, не 60, а 48 лет. Спасибо. Неточность принимаю, хорошо, 48 лет. Но все равно срок достаточно большой для того, чтобы методика была испробована. Вот, то есть методических пособий по метафорическим картам очень много. И есть методические пособия, которые прилагаются к определенным наборам, и там вы можете приобрести, например, набор для работы, сразу же методическое пособие. Вот, научных трудов больших на самом деле нет, вот именно по психолого-педагогическому использованию. Это все, наверное, еще впереди, но в практике практическая психология и теоретическая психология, они иногда не очень близко друг к другу. В практике используются очень часто, очень много и с хорошими успехами. Правила работы с картами. Как мы выбираем? Карты метафорически устроены, немножко похожи на игральные карты. То есть, если мы берем набор, то с одной стороны там будут картинки, а с другой одинаковый какой-то фон. Там может быть название этого набора и так далее. И мы можем выбирать карты открыто, то есть, ребеночек сначала смотрит все картинки и выбирает какую-то одну, которая ему нравится. Или закрыто. То есть, мы не видим картинки, карты и выбираем. И потом уже та карта, которая выпала, ее и интерпретируем. Можно отсортировать любые карты, которые по какой-то причине кажутся неподходящими. Есть карты в любых наборах, которые пугают, очень сильно не нравятся. И если взрослый человек может над собой сделать усилие и постараться разобраться, что там такое, почему это его напугало, то детям мы можем просто сказать, не нравится, ты можешь заменить на что-то другое. Точно так же можно не говорить. И мы не вправе вытаскивать какую-то информацию, если человек не хочет говорить. Не обязательно быть буквальным в интерпретации карт, то есть, это может быть не просто описание того, что есть на картинке, а какие-то свои ассоциации, настроения, которые возникли при взгляде на эту картинку. Но и самое главное железное правило, когда мы работаем с метафорическими картами, это отказ от своей собственной интерпретации карт, которые вытянул другой человек. И это очень сложно иногда бывает, когда ребенок начинает рассказывать про то, что увидел на картинке, а мы с высоты своего педагогического мастерства видим, что здесь абсолютно про другое. И всегда есть такая опасность сказать, нет, ты неправильно видишь, вот по-другому здесь нужно видеть. Но опять-таки мы же все индивидуальности, да, и когда мы даем свою интерпретацию какой-то карте, мы основываемся на собственном опыте. А наш собственный опыт в данной ситуации ребенку не нужен, ему нужно разобраться со своим собственным опытом. Ну и карта это не конечная история, поэтому карты у нас работают разнообразно. Их можно сочетать с рисунками, с лепкой, с играми, с подвижными играми, хоть с чем. И как раз детские наборы прекрасно со всем этим сочетаются. Давайте посмотрим, как мы можем использовать метафорические карты, если работаем с дошкольниками. По диагностике травмирующей ситуации, то есть если мы видим, что ребенок травмирован, он невротичен, да, например, ребенок всего боится, зажат, испытывает страхи, может быть там покусывает пальчики или что-то еще. Диагностика семейной системы и семейных отношений, страхов и сценарии убеждения, которые у маленьких деточек уже накопились за их недолгую жизнь и могут очень сильно им мешать двигаться вперед. Обучение. По обучению здесь тоже очень много возможностей. И эмоциональная компетентность, о которой сегодня будем говорить, и коммуникативная сторона речи, то есть по наборам этих карт очень хорошо, очень удобно составлять разные рассказы, делать разные коммуникативные игры, и логопеды тоже ими пользуются. Общение со сверстниками и социальные навыки. Как раз то, что нам очень важно для дошкольников. Ну и правила работы с картами именно для дошкольников. Карты используем в 4-5 лет, то есть когда ребенок уже настолько владеет речью, что может разборчиво рассказать о том, что он на картинке увидел. Описать, разобраться. Мы не используем карты, если у ребенка есть психотические заболевания, то есть мы не берем карты для деток-аутистов, не работаем с ними. И если у ребеночка есть бред, галлюцинации, какие-то психозоподобные состояния, то есть, например, агрессия, немотивированная и постоянная, есть какие-то уже сильные страхи и тревога, то лучше не надо. То есть мы занимаемся картами с относительно здоровыми детками. Ну и для работы с ребятами нужно иметь 2-3 набора, ну их называют еще колоды, и какие это могут быть наборы. Метафорических карт сейчас просто огромнейшее количество, то есть я даже не берусь сосчитать, сколько их на нашем пространстве образовательном, но вы можете выбрать 3, которые вам нравятся. Это одна портретная, то есть там, где изображены люди крупным планом, и вот здесь люди должны быть и детки, и взрослые, разного пола, разного возраста, разных рас, телосложения и так далее. И может быть 2 сюжетные, или одна даже сюжетная, например, одна сказочная, и если вы еще хотите одну, то с реальными персонажами. И есть еще абстрактные колоды, но мы их не берем, они у нас используются для деток постарше, уже с 8-9 лет, когда дети настолько обладают развитым мышлением, что могут справиться с абстракцией. Как мы работаем с дошкольниками? Прежде всего, упражнение у нас простое и понятное, максимум 2-3 задания, которые мы можем ребенку дать, и если ребенку наскучило, то мы заканчиваем это занятие. Мы ограничиваем количество карт в колоде, чем меньше ребенок, тем меньше карт. Ну, например, есть у нас большие наборы карт, которые касаются эмоций, и если мы работаем с маленькими детьми, мы убираем оттуда сложные эмоции, такие не очень понятные эмоции, оставляем несколько штук, штук 10 с базовыми эмоциями, и начинаем работать с них. Потом, когда ребеночек освоится, мы можем туда же добавить другие карточки и разнообразить нашу игру. Ну, и метафорические карты, метафоры – это дело добровольное. Если ребенок отказывается играть, не настаивайте. Хотя в моей практике такого не было, потому что все, до одного дети, очень сильно интересуются этими картинками. Они же картинки любят разглядывать, а тут их вот очень много. Ну, и теперь, собственно говоря, лучший выбор, который, ну, вот из того, что я нашла, мне кажется, что это лучший выбор для деток-дошкольников. Сейчас я перечислю несколько наборов метафорических карт, расскажу, о чем они, и потом покажу, как с их помощью устраивать работу по эмоциональной компетенции. Морена – очень интересный набор, и ее создатель, Морец Гетмейер, решил создать эту колоду как картинки из жизни забытых племен. Морена – это то, что дает жизнь. Вот примерно так переводится. То есть это про жизнь, это про природу, про природные силы. И здесь вот такие вот симпатичные картинки с тропическими сюжетами. Здесь есть несколько видов картинок. Есть вот такие вот, где изображены люди, причем вы видите, что здесь люди в самых разных проекциях. Где-то они как будто бы сверху смотрят, где-то мы видим ножки, где-то как будто бы со стороны смотрим на человека. И еще там есть вот такие вот карточки со следами. Замечательные карточки. Они более такие абстрактные, но мы можем их к картинкам добавлять для более старших деток и уже получать более интересные результаты. Хорошо подходит для тем. Поиск скрытых ресурсов, то есть когда ребеночек хочет сделать что-то, но думает, что у него сил не хватит. Например, ему очень хочется быть смелым, выступить на утреннике, но он сильно боится. И тогда мы ищем, что ему поможет. Поиск решения проблемы. Например, как договориться с другом, разделить игрушки. И определение эмоционального состояния, скрытых страхов, тревог и так далее. Но если хотите, мы можем очень быстро провести такую экспресс-работу с картами, как раз вот со следочками. Если хотите, поставьте плюсик. Да, конечно. Хорошо? Все, тогда смотрите, все очень просто. Просто задавайте себе вопрос. В чат вопрос писать не надо, а то мы тут тонем. Задавайте себе вопрос. и выбирайте одну из карт, которые вы видите на картинке. Все, отлично. У вас есть вопрос. Может быть, это проблема. Может быть, это вопрос типа, что мне поможет решить эту проблему. и вы смотрите на картинку и задаете себе вопрос. Что я здесь вижу? И второй вопрос, который вы можете задать, когда вы описали, что я здесь вижу, что я вижу на этой картинке, вы можете задать себе следующий вопрос. А как это похоже на то, о чем я сейчас думаю? Какие ассоциации с тем вопросом, с той проблемой, о которой я подумала? На что это похоже в моей жизни? Ну и третий вопрос вы можете себе задать такой. А что мне эта карта подсказывает? Если бы вот эти следочки, эта карта могла говорить, что бы она мне сказала? Вот. Это такая небольшая диагностика, но на ней уже часто появляются такие интересные открытия, инсайты, и люди начинают понимать, а что именно их волнует в их вопросе, и как этот вопрос можно решить. Следующий набор карт называется «Монстрики чувств». Мой самый любимый. Это универсальная колода для работы с эмоциями. Если вы хотите попробовать метафорические карты в работе с эмоциями, и пока не хотите ни диагностировать, ни делать какие-то терапевтические вещи, берите вот этот набор и его используйте. Сейчас такие чувствительные родители, что из мухи могут слепить слона. У нас вопрос. Поэтому такой вопрос. Прежде чем начать использовать карт с дошкольниками, нужно ли предупреждать родителей или спрашивать их разрешение? Смотрите, если вы используете наборы карт в педагогической практике, мне кажется, не стоит это делать. Вы же не спрашиваете разрешение на то, чтобы, например, использовать конструктор или карандаши с альбомом. А если это использует психолог и делает диагностику, то здесь уже другой вопрос. Насколько я знаю, когда детки в детский сад поступают, родители пишут разрешение на то, что психолог будет работать с их ребенком. И это вполне достаточно, потому что метафорические карты один из инструментов психолога. Сейчас психологи не работают голыми руками. У нас есть, например, дары Фриобеля, да, ведь есть диагностические альбомы. И мне кажется, что здесь никакой абсолютно мистики нету в этих картах, поэтому они вот где-то на таком же уровне, как диагностический альбом, например. Напишите плюсик, если я ответила. Если, конечно, у вас диагностическая консультация, например, по поводу травм, по поводу страхов, по поводу еще чего-то, тогда вы, конечно, говорите родителям, что будете решать, будете решать проблему именно вот таким способом. Вопрос к схеме с сознанием и бессознательным. Тоже еще один вопрос. Если через канал метафор содержания бессознательного может пройти в сознание, то при чем здесь метафорические карты? Они же не в бессознательном ребенка, а перед его глазами. Спасибо вам огромное за вопрос. Вопрос на самом деле очень интересный. Смотрите, что происходит. Как у нас происходит вход в бессознательное? Как я уже говорила, бессознательное это то, что внутренней речью не обрабатывается. То есть у нас есть мысли, мы мыслим буквами, словами, у нас есть внутренняя речь, бессознательное работает не так. Но когда мы видим метафорическую карту, они, ну вот, особенно не такие вот карты для детей, а карты более абстрактные. Когда мы видим метафорическую карту, то, то, что на ней изображено, не всегда может обработано быть сознанием. То есть карта так устроена, что мы не можем до конца понять, что на ней находится. И здесь мы не только с помощью сознания эти карты осваиваем, но и подключаем другие каналы. То есть здесь у нас появляются образы, и эти образы у нас ассоциируются с тем, что есть в нашем бессознательном. Вот. То есть бессознательное выходит наружу через образы, через ассоциации, и таким образом, когда мы рассматриваем, когда мы изучаем карты, то мы эти ассоциации вытаскиваем наружу. Тем более, что методика работы с картами, техника работы с картами, она предполагает погружение. Ну, например, давайте, раз у нас возник такой вопрос, вопрос хороший, выберите себе, пожалуйста, любую карту из тех, которые здесь есть. Просто выберите, для того, чтобы было понятно, как работают ассоциации с подсознательным. И ответьте себе на вопрос, что я здесь вижу? Обычно первый ответ это какие-то факты, ну, например, я вижу ноги, и сову, синее небо, песок и так далее. Рассказали, а что еще я здесь вижу? Ну, наверное, человек отдыхает. Ну, наверное, это где-то далеко, наверное, где-то здесь море. А что еще я здесь вижу? Сова как-то грустно смотрит. Почему она грустно смотрит? Ну, наверное, потому что человек отдыхает, а ей приходится работать. А что еще мне здесь видно? Ну, вот, и начинаются какие-то ассоциации уже, информация приходит из подсознательного. Карты «Я и все-все-все-все», они у нас впереди. Вот, Марин, я про них расскажу. Вот, я надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Ну, и если не работали никогда с картами, то стоит один раз поработать самостоятельно над своим запросом, и тогда вы поймете, как это делать. То есть здесь очень-очень важна практика. Вот, с Мариной мы с вами познакомились. Монстрики чувства. Колода для работы с эмоциями. И там вот такие вот замечательные, пресамечательные монстрики, чудесные существа, которые выражают разные эмоции. Колода очень дружелюбная, эмоции здесь яркие, и если вы начинаете работу с эмоциональной компетенцией, то вам лучше начинать именно вот с этого набора. И есть еще один набор Монстрики чувств, там они такие больше похожи на смону, смайлики черно-белые. И есть еще один набор кактусов, про него тоже расскажу. Еще один интересный набор, тоже связанный с эмоциями, это кот-эмоции. Котиков же все любят, и вот такой вот набор создал его Константин Давлатов, очень известный, практически психолог. И здесь такие вот миленькие кошечки, но очень непростые оттенки эмоций. Поэтому этот набор не для начинающих, для тех, кто уже поработал, например, с монстриками чувств. И еще, это очень честная колода, она подходит для того, чтобы разбираться с какими-то запретными эмоциями, для того, чтобы вести разговор о том, что все эмоции могут быть проявлены, что нет тех эмоций, которые не должны быть у человека, и так далее. И здесь уже очень много ассоциаций, здесь очень много метафорического, и когда мы работаем с детьми, то они про каждую из этих картинок, вот каждый ребенок, он даст свой собственный ответ. Ну, например, про кота с бумагой, который сидит и пишет, могут сказать, что он хмурый, например, потому что он пишет какой-то гневный ответ своим обидчикам. А другой может сказать, что он задумался, и он создает свой роман. А кто-то говорит, он так устал, он доделывает домашнее задание. То есть, сколько людей, столько именений. Следующая для педагогов очень подходящая и многогранная колода. Называется «Ешкины сказки». Евгения Ларионова и Ева Морозовская, авторы этой колоды. Она очень интересна по структуре, потому что здесь есть карточки четырех видов. Есть герои, есть антураж героев, то есть, какие-то предметы, которые мы героям можем дать. Есть действия и взаимодействия. И в результате вот мы с этим набором можем поиграть по-разному. Ну, например, для педагогов очень хороша, хороший этот набор для того, чтобы развивать у детей речь. Простейшее задание. Берут одну карточку из героев, одну карточку из предметов, одну из действий и взаимодействий. И нужно составить рассказ. Причем получается так смешно, что дети обычно делают это с удовольствием по многу раз. Потому что получается, например, баба Яга взяла кактус, пошла на встречу с Кащеем Бессмертным, и они обменялись цветами. Или они поругались, подрались кактусами и так далее. Все хохочут, а дети придумывают новые и новые истории. Но и сами понимаете, что при этом они обучаются такой важной вещи, как сложение слов предложения. Точно так же можно провести много игр. Этот набор продается вместе с методичкой, и там все игры описаны. И так же психологи используют для психокоррекции, потому что здесь тоже можно поговорить про эмоции персонажей, про то, что они делают, про их действия, про то, что может быть, какие-то действия можно сменить. Но в общем спектр применения он очень широкий. Но немножко для младших школьников, потому что я думаю, что здесь и педагоги школы тоже есть. Для чего у младших школьников мы используем метафорические карты? Здесь прежде всего это тема отношений, и здесь мы знаем, что младшие школьники они попадают на совсем другой уровень коммуникации, и теперь им нужно выстраивать отношения со сверстниками, причем это такие деловые отношения, отношения, которые опосредованы учебным процессом, отношения с учителями, и еще, что очень важно, отношения с самим собой, потому что важное такое приобретение младшей школы, это собственная самооценка. Если дошкольники оценивают себя со слов взрослого, и в основном это самооценка, что я хороший мальчик, я хорошая девочка, то здесь уже ребенок ведет более сложные рассуждения, например, я хороший ученик, потому что у меня пятерки и четверки, и я всегда делаю домашние задания, я хороший товарищ, потому что я помогаю и никого не обижаю, то есть самооценка складывается уже аргументированно, обоснованно. И собственно говоря, вот здесь мы работаем, также продолжаем работать над эмоциональной компетенцией, ну и диагностируем, диагностика для психологов, это самооценка, отношение к себе, какие-то глубинные представления о себе, отношения с родителями, ну и скрытые тревоги и страхи, в том числе и страхи от начала учебной деятельности. Точно так же мы можем поработать с агрессией, здесь мы уже работаем над осознанными стратегиями поведения, эмоциональным интеллектом, развитием креативности, ну и умственные процессы мы тоже можем развивать, воображение, например, логическое мышление, тоже с помощью таких вот чудесных наборов. Где приобрести? Смотрите, здесь у меня нет такой функции что-то прорекламировать, поэтому я вам ссылки давать не буду, но они все доступны, причем в разных интернет-магазинах, на сайтах издательств, их много. Презентацию можно скачать прямо сейчас из этой комнаты, вверху, справа, найдите вкладочку файла, это такой листок с загнутым уголком, и там вы увидите презентацию, ее можно скачать. Вот, ну и наборы, которые очень хорошо работают у младших школьников. Это замечательнейший набор робота Татьяны Ушаковой, у нее много детских метафорических карт, и это, мне кажется, самое гениальное. Это набор картинок с изображением отдельных частей робота, то есть есть разные головы, туловище, ноги и так далее, и из них можно своего авторского робота составить. И когда робот составлен, мы уже можем здесь работать в коррекции поведения. Сейчас я пробегу это упражнение, потом вы за слайды посмотрите. Ну, например, сделали такого робота, и поговоривши об этом с психологом или с педагогом, ребенок начинает думать, а зачем ему это излишняя агрессия, и робот превращается уже сначала в такого, а потом в более добродушного. Следующая очень интересная колода, набор это сага Путь Героя, и здесь тоже много про эмоции и много про выстраивание стратегий. Работа с тяжелыми эмоциями про чувство вины, про чувство обиды, подавленности, страха, работа с диагностикой семейного насилия, которого очень-очень много, колода кнутые пряники. Лучше работать психологом. Но для более старшеньких детей это интересная колода тотемное животное. Здесь мы тоже можем работать в эмоциях, но больше это работа в самооценке. Тоже работа со сложными эмоциями, со скрытыми травмами, это набор аниби, израильский. Ну и вот такой вот интересный, подходящий всем возрастам набор зонтики. Тоже хорошо для деточек подходит. Ну и карта успеха для деток уже, которые совсем-совсем большие, для подростков, которые уже проектируют свой будущий жизненный путь, и здесь могут найти опору вот в таких вот инструментах. Вот, это был такой очень краткий обзор, и сейчас давайте посмотрим, как мы можем работать с эмоциональной компетентностью. Эмоциональная компетентность или эмоциональный интеллект. Это умение управлять, управляться и управлять своими эмоциями. То есть это несколько навыков и компетенций, таких как, например, умение воспринимать, то есть видеть, различать, оценивать, понимать свои и чужие эмоции, а также умение управлять своими эмоциями и умение корректировать свое поведение относительно эмоций другого человека. Как это все проявляется в повседневной жизни? Зачем нам вообще эмоциональный интеллект? Ну, прежде всего, в любом общении и даже в деловом общении у нас очень много эмоционального компонента. И часто в лидерстве, в эффективном лидерстве тоже используются эмоции. Эмоции используются у нас в рекламе, мы видим это вокруг, и здесь очень важно, чтобы дети могли управлять своими эмоциями, то есть эмоция, вызванная рекламой, она не должна напрямую вести к какому-то действию, то есть она должна быть обдумана, она должна быть осмысленной и только потом уже вести к действиям, потому что реклама у нас она строится на эмоциях, причем на глубинных таких эмоциях, и если не осознавать, что происходит, то можно наделать много финансовых ошибок. Ну и конечно же человек, владеющий эмоциями, может построить теплые, длительные, близкие отношения в своей семье и чувствовать себя счастливым и защищенным. Ну и когда мы говорим о том, что такое эмоция, секундочку, так, ой, вот этот мне нужен слайд, мы говорим немножечко и о физиологии, потому что физиология эмоций, она тоже влияет на то, как мы будем работать вот с этими навыками у детей. Эмоции, ну то, что называется прячутся или работают в лимбической системе головного мозга, это достаточно древняя система и она возникла еще у животных и отвечала всегда за социальное поведение, то есть с помощью эмоций животные и люди, конечно, тоже общаются друг с другом. И поскольку эта система очень древняя, она имеет два пункта управления, то есть она может напрямую общаться с нашим сознанием, но точно так же напрямую может общаться вот с нашим древним мозгом, с нашим телом, минуя сознание. Поэтому очень важно управлять эмоциями, чтобы эмоции не захлестывали. Как формируются эмоции у детей? То есть с чем мы работаем, какие эмоции мы должны проработать? Первые эмоции формируются в период новорожденности, то есть они то, что называется уже предустановленная программа и они уже у ребеночка есть предпосылки к тому, чтобы проявлять эмоции и они связаны с витальными, с базовыми, с жизненными потребностями человека. То есть они предназначены для того, чтобы ребенок мог выжить, а малышу, чтобы выжить, нужно сообщить о своем состоянии окружающим взрослым. Чем громче, тем лучше. Эти эмоции проявляются у всех людей примерно одинаково и вне зависимости от расы, страны и образования. Ну и набор базовых эмоций разные исследователи определяют по-разному, но примерный набор вот такой. Это страх, защитная эмоция, которая не дает нам действовать безрассудно. Это интерес ко всему новому, тоже врожденная эмоция. Это предвкушение, но еще можно назвать жадность до всего нового вкусненького. Это радость, отвращение. Еще одна защитная эмоция. Это отвращение. Секундочку. Это агрессия и скука. Эмоции, чувства, в чем разница? Смотрите, эмоция это вот сиюминутная, сиюминутный ответ человека на какое-то раздражение окружающей среды. То есть что-то произошло, пришла эмоция, а чувства уже более осознанные и более длинные. Например, чувство нежности, чувство зависти, разочарования. То есть в чувствах всегда несколько компонентов из эмоций и они осознанные и продолжительные. Если ответила, ставьте плюсик. Как развиваются у ребеночка эмоции? Возраст 1-3 года. Начинают формироваться эмоции. одна за другой появляются социальные эмоции и они носят такой характер социальный. То есть для того, чтобы эмоции проявились, достаточно, если автор письма, автор вопроса поставит плюсик, чтобы было понятно. Но это как кивок головой, что да, понятно, вопрос отвечен. Ну и постепенно ребеночек в возрасте 1-3 лет начинает использовать эмоции, как инструмент взаимодействия с окружающим миром. Он в результате своих опытов понимает, что как действует. Например, если сильно попричать сдерживать свои эмоции некоторое непродолжительное время, может называть свои эмоции, например, мне страшно говорить, мне грустно, мне радостно и использовать эмоции для достижения своих целей, а также для коммуникации. В дошкольном детстве в возрасте от 3 до 7 лет на основе базовых эмоций, на основе вот того перечня, который я сказала, формируются приобретенные выученные эмоции. эмоции. То есть это эмоции, которые дети получают, подражая нам взрослым, используют опять-таки в своем опыте, в своей жизни. Если опыт удачный, то эмоции остаются. Они всегда опираются на базовые эмоции, но они очень разные. То есть у каждого человека приобретенные эмоции свои собственные, свой собственный набор. и это связано с особенностями менталитета, семьи, каких-то уже убеждений, которые у ребенка есть. Ну то есть есть дети, например, которые находятся в обиде все время. Его вот дунь в его сторону, и он уже говорит, ой, меня задели, и бежит обижаться. Есть дети, которые находятся в постоянной тревоге, как бы вот основная эмоция такая жизненная, это тревога. А есть жизнерадостные товарищи, которых ничем не прошибешь, он будет радоваться жизни. Такие вот дети-оптимисты. Вот, то есть эмоции проявляются разные, и вот небольшой список из того, какие эмоции у нас есть. Это вина, стыд, отчаяние, разочарование, обида, ревность, зависть, гордость. То есть в них уже достаточно много компонентов, и дети их проявляют по-разному. Ну и что мы должны у ребенка воспитать к 7 годам? умение определять и называть эмоции, называть эмоции свои и определять эмоции других людей. Отделять свои эмоции от эмоций других людей. Смотрите, то есть, если один ребенок плачет, то второй может его утешить, но не будет плакать вместе с ним. Если один ребенок рыдает, второй рядышком подсел, и тоже рыдает вместе с ним, то это неразделенные эмоции, слитные эмоции, это не очень хорошо. Недавно была мамочка на консультации, она говорит, что ребенок очень не любит мне говорить о своих каких-то поражениях или о трудных ситуациях, и он идет к папе, я говорю, а как вы реагируете? И она рассказывает, вот он придет, о чем-то расскажет, а мне становится так обидно, я начинаю плакать, он начинает плакать, и мы сидим и плачем, а папа к папе придет, он скажет, ну вот, ситуация произошла, смотри, ты можешь делать вот это, вот это, вот это, а в общем-то ничего страшного, ты все равно победитель. Вот, это примерно тема слияния эмоций. Дальше, что еще может ребеночек восстанавливать свой эмоциональный фон после стрессовых ситуаций? Самостоятельно, то есть что-то случилось, например, обидел его кто-то, не взяли в игру, и ребеночек может такой сидеть и сам себе говорить, ну и что, что меня не взяли, а я все равно свою игру сделаю, а я сделаю башенку еще лучше, ой, у меня получилось, и он сам себя успокоил. Ну, и дети могут проживать сложные социальные эмоции, такие как вина, стыд, и не тонуть в них, то есть проживать их цельно, не рассыпаться на части, и каждую эмоцию как бы интерпретировать на пользу себе. Ну и самое главное, что воспитание эмоциональной компетенции не сводится к умению подавлять нежелательные эмоции, а сводится к умению управлять своими эмоциями, принимать их и чувства других людей. И если мы будем планировать занятия по эмоциональной компетенции, проектировать эту работу, то мы обычно проходим по вот такому вот пути. Прежде всего это знакомство с эмоциями, потому что, поверьте мне, дети знают очень мало слов про эмоции. Когда начинаем проводить игры, ну вот с теми же монстриками чувств, они очень мало кого опознают в начале. То есть там радость, грусть, печаль, горе, ну и все. Остальное остается неопознанными. Дальше, после знакомства с эмоциями, умение определять свои эмоции, даже такие вот тонкие переходы, умение справляться со своими эмоциями, умение распознавать эмоции других людей и их учитывать. То есть, если другому человеку грустно, то не нужно к нему приставать со своими какими-то радостями или просьбами. Нужно его утешить, а потом уже приставать. умение проводить границу между собой и другим человеком в эмоциональном плане. Ну и если честно, то вот такой вот план можно использовать для детей разного возраста, если вы начинаете работать с эмоциями. Единственное, что мы как бы для каждого возраста все эти темы углубляем. Если малышей знакомим с эмоциями базовыми, берем их штук 10, то деток, например, подготовительной группы и первого-второго класса знакомим с большим спектром эмоций, берем их штук 30-40 и ребята уже находят вот эти тонкие градации. Ну и наша задача как взрослого человека, то есть каким образом мы учим эмоциональной компетенции, это путь, который психологи называют контейнирование эмоций. То есть как только ребенок пришел со своей эмоцией, то мы должны во-первых ее распознать, понять, что это за эмоция, вернуть ему это знание обратно, то есть например сказать да, я вижу, что ты опечален, я вижу, что ты очень рассердился. Дальше сказать ему, что это нормально испытывать эту эмоцию и рассказать, что с этой эмоцией делать, то есть каким образом по-человечески проявлять эту эмоцию, чтобы получилось пользой для себя и для других. Ну и какие наборы метафорических карт нам подойдут для работы с эмоциями. Прежде всего это портретное изображение людей или других существ с ярко выраженными эмоциональными состояниями. Что можно взять, какие наборы? Классика это персона и персонита. Это довольно реалистичные наборы картинок, портретов. Персона это портреты взрослых людей, а персонита это портреты детей. Характер и личность это тоже портреты. Набор, который называется мы, набор, который называется очень просто портреты или набор альтер-эго. Вот. Это самое распространенное. Ну давайте посмотрим, например, как выглядят персона и персонита. Вот вы здесь видите эти коробочки на картинке и видите насколько лица людей они реалистичны с одной стороны, а с другой стороны довольно сложные эмоции. Дальше. Что еще нам понадобится, когда мы изучаем эмоции? Это изображение погодных явлений. Зачем нам это нужно? Есть чудесная игра, которая называется барометр настроения. То есть ребенку, особенно маленькому, свое настроение в слова перевести достаточно сложно. Вот иногда слов не находится. А сравнить с погодой получается. То есть, например, я себя сейчас чувствую как будто бы буря, или у меня в душе сейчас гроза, или мое настроение похоже на маленький теплый унылый дождик, который капает уже два дня. И потом мы уже подбираем слова вот к этой картине и ребеночку говорим. А наверное это похоже на грусть или это похоже на печаль. то есть вот такие картинки они служат как бы мостиком переходным между чувствованием эмоции и называнием эмоции словами. ну ну и посмотрите варианты которые могут подойти вам тайный язык цвета времена года зеркало судьбы или голос сердца это все вот такие вот абстрактные вещи ну и есть еще специальные наборы для работы с эмоциональным интеллектом то есть здесь чаще всего фигурки людей вот здесь тоже достаточно такие метафоричные это сердце эмоций набор и такие наборы кроме сердца эмоций есть еще живые чувства эмунокарты веер эмоций и огромное количество еще похожих картинок вот еще сердце эмоций картинки например то есть здесь мы можем с помощью этих картинок осознать эмоцию через метафору через ассоциации понять свои глубинные настроения и прожить ну и понять принять себя прожить свои эмоции живые чувства вот такая вот интересная интересный набор и очень полезный как раз для школьного психолога или педагога потому что здесь их задача расширить именно эмоциональную компетентность кругозор в области эмоций и вы видите здесь картинка и рядышком описание эмоций либо чувства которые могут испытывать люди 65 чувств с подробным описанием мини рассказом о нем и красивой картинкой дети тоже этот набор очень любят ну и если у вас детки постарше то возьмите еще и абстрактные наборы такие как вселенная внутри порталы сенс дум спира спера и так далее там где сплошные абстракции но опять-таки это служит таким мостиком между чувствованием и говорением про эмоции ну и вот несколько упражнений которые мы можем использовать для того чтобы деткам рассказать про эмоции упражнение на знакомство с эмоциями то с чего мы начинаем можно использовать монстриков чувств вот здесь вот вы видите на иллюстрации это метафорические карты которые называются кактусы тоже очень миленький набор с разными кактусами и что мы можем например называть как можно больше эмоций взяли набор метафорических карт и по кругу детям например предлагаем назвал эмоцию картинку оставил у себя назвал другую эмоцию вторую картинку оставил у себя потом смотрим кто больше набрал угадать эмоцию по карте изобразить эмоцию по карте тоже очень интересно то есть ребенок вытягивает карту из набора никто ее не видит он смотрит на нее и пытается тоже эмоцию изобразить а ребята уже угадывают что это или например рассказать ситуацию которую вызвала определенная эмоция также ребенок берет картинку смотрит на нее и говорит вот наверное это когда я пришел домой после школы а меня там ждал вкусный вкусный ужин и все говорят наверное радость предвкушение ну вот радость предвкушение например да вот ну и после того как у нас все получается мы усложняем материал и даем например те же упражнения но с другими наборами вот пример усложнения например мы поработали с монстриками потом взяли катамоции давлатова там уже посложнее эмоции и потом уже перешли на персониту а персонита это такие вот сложные тонкие неуловимые переходы чувств так можно изобразить эмоции жестами детям очень нравится когда работаем с монстриками у нас всегда одно и то же повторяется до хохотов в каждой группе это повторяется там есть монстрик который от страха залезает под ковер и когда эта карточка выпадает ее нужно изображать они находят ковер ближайший и под этот ковер залезают все потом очень хохочет обязательно жестами да то есть лицом и жестами и всячески еще одна техника работа с любыми наборами портретных изображений техника какой я сегодня опять-таки служит для выражения своих эмоций ребенок перебирает картинки и одну достает и говорит я сегодня вот такой и ему группа помогает наверное ты сегодня задумчивый наверное ты чуть уставший ты чем-то расстроенный ну да вот расстроены тем-то тем-то ну и следующая работа на распознавание эмоций тоже проводится с такими вот портретными наборами дальше эмоциональные портреты тоже работа на распознавание эмоций и здесь еще глубинная работа на чувствование своих эмоций потому что бывают детки у которых чувства заморожены и они себя не очень-то чувствуют и как раз вот это упражнение хорошо помогает себя почувствовать для взрослых кстати тоже очень актуально потому что взрослых тоже очень много замороженных предлагаем детям выбрать из набора персонита несколько карточек портретов если у нас малыши то они тянут в открытую и берут 3-4 картинки если взрослые то 5-7 и в закрытую раскладываем их и предлагаем ребеночку рассказать про каждого персонажа и ребеночек рассказывать что переживает этот персонаж что ему хочется изменить кому хочется обратиться за помощью и потом можно задать очень аккуратненько вопрос что общего у тебя и у этого персонажа а где можно скачать такие карточки вот если честно то очень много альбомов с метафорическими картами есть вконтакте но меня например останавливает одна вещь смотрите это же все авторские работы поэтому вы можете их посмотреть найти где-то в сети интернет но для работы ну вот по честному мне кажется лучше приобрести во первых качество будет другое во вторых ну как бы вопрос авторства никто не отменял и даже если автор не будет бегать за нами и искать то все равно ну законы законы этические нам не позволяют воспользоваться бесплатно чужим трудом поэтому только для ознакомления но альбомов достаточно много вот как поработать со сложными эмоциями ну сложные эмоции это во-первых достаточно тяжелые длинные переживания ну и сложные эмоции обычно уже бывают у деточек постарше а значит мы можем сделать работу такую более сложную сложные эмоции это обида которая является реакцией человека на то что его кто-то обидел ну а если вернее то эмоции это реакция на то что другой человек вдруг поступил не так как тебе хочется и в ней есть и гнев и немножко зависти и боли обида раздражение много всего всего еще стыд стыд очень сложная эмоция которую тяжело прожить стыд это когда сделал что-то такое что ты себя вот в этом состоянии не переносишь то есть со собой как бы не оставляешь права быть среди людей ну и со стыдом тоже можно разобраться по-разному кто-то перестает стыд чувствовать вообще кто-то начинает себя стыдить при любом удобном случае становится стыдно даже тогда когда не нужно это использовать ну вот у меня недавно напарница у нее папа попал в больницу и она не смогла выйти на занятия вместе со мной и потом три дня мне не писала не отзванивалась и сказала что мне было так стыдно я говорю слушай так я не стыд тебя хотела предложить помощь если она нужна ну вот такое вот отношение со стыдом может быть проективный путь когда чего-то стыдишься то начинаешь стыдить других людей за это в себе как бы не замечаешь нет стыд и вина не совсем одно и то же но вот если по-простому то вина это значит я совершил какой-то поступок который неприемлем у людей а стыд это я сам себя не принимаю то есть стыд тяжелее чем вина переживается вот ну и со стыдом мы тоже работаем каким образом то есть мы из вот этой тяжелой всеобъемлющей ситуации стыда вытаскиваем все-таки понимание того за что ребенок себя стыдит чего он так стыдится и мы разделяем личность ребенка и действия уже говорим о неправильных действиях не о том что ребенок сам какой-то нехороший неправильный и так далее ну и для таких сложных эмоций подходит вот такая вот достаточно сложная техника ее мы используем в индивидуальных занятиях и консультациях техника лесенка эмоций выбираем любой набор карт которые нравятся и начинаем выкладывать первое от какой эмоции хочется избавиться опишите ну например я не хочу завидовать я не хочу испытывать зависть а второе какая эмоция нравится больше всего опишите ее ну например говорит ребенок мне очень нравится радость описал ее и дальше мы уже добавляем карты вниз а что плохого и что хорошего в каждой эмоции и здесь получается такой вот анализ который делает эмоции чуть менее насыщенными и более осознанными например что хорошего в зависти а вот попробуйте ответить что хорошего в зависти что плохого очень легко ответить да что там как бы желая другому человеку и так далее вот смотрите в зависти есть стремление стать лучше видите лошадка внизу лежит да карта и ребенок такой достает например лошадку и говорит так лошадка она старается первой прибежать наверное в зависти очень хорошо что человек стремится к лучшему есть к чему стремиться повышается мотивация мотивирует да смотрите как очень здорово что плохого в зависти ну например что мы считаем другого человека более талантливым чем себя да вот а что плохого в радости да Александр совершенно верно то есть мы здесь сложные эмоции анализируем когда мы их разбиваем на части то они перестают быть такими сложными и тяжелыми вот что хорошего в радости что плохого в радости ну например радость может быть очень приятной но она может быть безрассудной абсолютно то есть безрассудно радоваться это значит может терять для себя да вот здесь вот видите картинка с такими полосатыми человечками которые явно не очень-то рассудительны ну и после того как две эмоции были проанализированы ребенок выкладывает лесенку от эмоций к эмоции то есть что нужно сделать например чтобы перестать чувствовать зависть а начинать чувствовать радость и выкладывая несколько картинок ребенок начинает проговаривать какую-то свою историю да в радости упущения каких-то деталей эмоций других людей ну вот видите как здорово получается ну и если вот эту лесенку просмотрим то здесь мы можем увидеть целую историю и каждый ее по-своему расшифрует ну например проявить мудрость да как уйти от зависти проявить мудрость увидеть то что ты можешь сделать лучше других похвалить себя за это ну и так далее то есть история придумывается вот такая вот ну и немножечко еще про страх как быть когда ребенок радуется что кому-то плохо ну вот смотрите мы тоже можем такую историю из карт создать и ребенку уже нужно объяснить да почему это плохо и еще здесь такое такая глубинная вещь смотрите часто бывает что ребенок радуется когда кому-то плохо потому что у него вот сама эмоция боли переживания заморожена то есть она для него самого запретная и когда он доводит кого-то другого и наблюдает за его горем ему становится немножко легче он как бы проекцию своей эмоции запретной создает другом человеке вот это очень сложный процесс ну и немножко про страх да совсем немножко тоже одну вам работу покажу так уже не успеваем вот упражнение мои страхи для работы со страхами подойдет любой набор где есть какие-то сюжеты то есть здесь не портреты берем а сюжет ну например сага там много сюжетов ну и так далее попросите попросите выбрать карты которые изображают страхи ребенка и он их вам навыбирает называет что это за страхи и потом точно так же выкладывается такая же лезвень вот смотрите есть страх да карта страх а что произойдет если это случится ребенок такой перебрал все карточки ну вот наверное это случится ну например страх выступления есть да что будет если ты будешь выступать что страшного он вытягивает картинку смеющихся людей говорит надо мной будут смеяться а что будет если на тобой будут смеяться он еще посмотрел картинки и видит там ссорящихся людей. Ну, у меня не будет друзей, потому что кто будет с таким неудачником дружить? Ну и так далее. После этого просим выбрать карты, которые могут побороть страх, и ребенок рассказывает, о каким образом он может свой страх побороть. Вот такие вот рассудительные, рассудочные техники нам помогают избавить ребенка от достаточно сложных эмоций. Ну и вот работа с агрессией. Смотрите, кстати, Екатерина, наверное, вот эта вот работа вам подойдет. То есть агрессивных детей у нас тоже очень много, и часто нам важно самому ребеночку дать понятие, откуда эта агрессия берется. И, например, мы берем вот такую вот технику отражения. Смотрите, берем три карты, достаем первое, что ты чувствуешь, например, радость, да, вот в вашем случае, Екатерина. Что чувствует другой человек? Горе, да, горе, обиду, боль. Что происходит в отношениях, когда мы это чувствуем? И уже здесь третья карточка, и она выкладывается посерединке. Смотрите, нумерацию. То есть что происходит, если ты радуешься, а другой человек испытывает боль? Наверное, это отчуждение. Может быть, это потеря дружбы. Может быть, это непонимание. А что будет, если изменить свою эмоцию? Ребеночек вместо первой выкладывает четвертую картинку. Например, он выкладывает не радость, а сострадание. А что тогда будет? Ну, наверное, тогда и другой человек изменит свою эмоцию. Если я его пожалею, то тогда, и берется пятая картинка, он будет чувствовать что-то другое. Ну, например, ему будет чуть полегче. Вот таким образом вы можете, да, эмпатии нужно учить. Детки же разные у нас бывают. Бывают дети, которые подсознательно понимают эмоции. Бывают детки, которых приходится учить по разным причинам. По тем причинам, что они, ну, может быть, так устроены, что они очень хорошо чувствуют эмоции. Это тоже встречается. Но чаще всего потому, что вот до тех пор, как они встретились с нами, им уже успели эмоции заморозить. Разными способами. Что ты? Плачешь? Не плачь, не кричи, не проси, чего ты нудишь как девчонка, чего ты ругаешься как мальчишка. Очень много-много способов заставить ребенка заморозить свои эмоции. Поэтому эмпатия это понимание эмоций другого человека, а понять эмоции другого человека, не понимая свои, просто невозможно. Поэтому вот такими вот техниками, практиками мы можем потихонечку размораживать наших замороженных снежных королев и снежных королей. очень полезная, очень быстрая работа именно с метафорическими картами именно вот в таких вот сложных ситуациях. Ну и на этом у меня все. Если есть вопросы, еще задайте, пожалуйста. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Презентацию скачивайте. А все наборы карт, которые я вам показала, абсолютно есть в продаже на разных площадках. То есть вы их можете купить абсолютно спокойно. Давайте проверю еще вопросы. Вопросов не вижу во вкладочке вопросы. Ну что же, если вопросов нету, тогда давайте будем заканчивать. Всего доброго и до новых встреч. А они у нас с вами еще будут и будут прекрасные и интересные встречи. До свидания. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...